Дед Беспалый Не просто везучим Если есть он особый Рыбацкий бог То без сомнения Деда он поцеловал В самую маковку И смачно От души Дед мог поймать рыбку В любой, что называется, луже Ну, в луже, не в луже Не видели, брать не будем А в небольшом пруду городского парка Перемученном Радостной мелюзгой Так, что вода казалась Толокняной болтушкой Ловил он, случалось Таких сазанов Каких и не бывает вовсе Сколько раз к нему Приставали желающие Разузнать секрет удачной рыбалки Какие только благо Не предлагали Дед отвечал всегда Да нет, ребятки, никакого секрета Вот белую булку беру С водичкой разминаю И все Врешь, беспалый У меня тоже белая булка И я тоже ее просто с водичкой Разминаю Сижу я от тебя В пяти метрах Забрасываю туда же почти Куда и ты Но ты-то ловишь У тебя уже штук пятнадцать Двадцать девять Дед как раз вытащил Еще одну Тем более А у меня хоть бы раз Клюнуло Ну нету здесь Никакого секрета Дед Не нервируй меня Электрик Рома Вскочил и нервно забегал Между жидкими кустами Колючих акаций Ну хочешь я твою удочку Куплю Червонец дам Хочешь Рома Ты не суетись Присядь Я тебе кое-что скажу Ромка Который За пять минут До этого Матюкаясь Ломал Свои снасти С готовностью Присел возле деда На камешек Прежде чем покупать Дед пристально Посмотрел на него Надо снасти спробовать Правда? Правда Отозвался Роман Отдавай И садись Вот на этот ящик Я тебе удочку дам И будешь пробовать Рыбаки Располагавшиеся Неподалеку По обе стороны От деда С интересом Наблюдали Некоторые Даже забыли Про свои удочки Так было любопытно Через час Примерно Когда у Беспалова В садке Уже места Для рыбы Не оставалось Роман Снова не выдержал Дед Ну это же Просто ты Колдун что ли У меня ведь Ни одной Взвился И позабыв Что держит Чужую удочку Чуть не сломал Ее об колено Врешь Беспалый Нельзя тут Без секрета Рома Ты не кричи Положи удочку Потом будешь Руками махать Роман Опомнившись Послушно Положил снасть Но продолжал Трындеть Ну почему Ты такой жадный Ну скажи Дед Жалко тебе что ли В чем секрет В том секрет Рома Что ты На мою удочку С моей наживкой Сидя рядом со мной Не поймал Ничего А почему это Не знаю Опять сказки Мне рассказываешь Секрета нет у него И я ведь Про то же самое На твою удочку С твоей наживкой Рядом с тобой И нифига У меня нету А у тебя вон Полный садок Как это понимать А Нету секрета Сказочник Ты дед Тебе на радио Надо выступать Будешь Сказки Детишкам Рассказывать Ну Сказок Я не знаю И секретов Никаких Не знаю А знаешь Одну легенду Помню И даже не одну Вот Будет время Расскажу Погасла Утренняя Зорька Небо Из бирюзового Незаметно Стало Белесоватым И на все Видимое Пространство Обрушился Беспощадный Летний Знон Рыбаки Рыбаки Давно Уже Свернули Свои Снасти Но Никто Не спешил Домой Никто Не Выглядывал Подходящий К недалекой Остановке Маленький Пыльный Автобус Который Обыкновенно Поджидали С нетерпением Все Собрались Под огромной Акацией Дающей Призрачную Спасительность От палящего Белого Солнца И слушали Деда Вот Читал Ты Описание Спидолы Обращался Дед К кому-то Из них Не читал А что Там Сказано В данном Приемнике Триммеры КВ Диапазонов Заменены На Конденсаторы Постоянной Емкости Он Леха Беспалый Указал На Расположившегося Поодаль Рыбака У нас Специалист В радиотехнике Ему Это Понятно Как Яичница Приемник Может Принимать Радиоволны Только Определенных Частот И Другие Диапазоны Не ловит Так Леша Так Отозвался Тот Таким Образом Продолжал Дед Свою Повесть Лично Я На Колыме Переделал Сотни Если Не тысячи Спидол Которых Прислали В качестве Поощрений Чукотским Оленеводам Рыбакам Охотникам Это В середине Шестидесятых Было То есть Изначально Прислали Их Нормальными Нормальными В настоящем Так Сказать Виде Стриммерами Ты Меня Извини За Научное Слово И Стало Это Началом Великой Смуты А Почему Стало А Потому Что Чикотские Оленеводы И Старатели Крутили Ручки Настройки Коротких Волн И Очень Даже Запросто Ловили Бередящий Разум Передачи Запредельных Радиостанций Расположенных В непосредственной Близости От границ Нашего Великого Государства В этой Самой Ихней Растреклятой Америкляндии А При чем Тут Колыма При чем Тут Чукотка Ты Дед Что Там Был Что Ли Подал Голос Кто-то Из Слушателей Я Там Не Был Дед Вздохнул Я Там Сидел Сначала В лагере Потом На поселении Но Ты Меня Не Отвлекай Я Ведь О Другом Ты Вот Про Чукчей Только Анекдоты Слышал А Чукчи Это Он Помолчал Немного Подыскивая Нужные Слова Чукчи Это Очень Гордый Народ Народ Прекрасных Мастеров Художников Касторезов Народ Великих Воинов Народ Поэтов Исказителей Знаете Как они Сами Себя Называют Не Знаете Луора Ветлам А Значит Это Настоящие Люди В Анекдотах Твоих Повернулся Дед К Роману Чукчи Наивные Бесхитростные Недалекие А Вот Тебе Слушай Жил За море Приезжали Гости На Быстрых Своих Упряжках Зверя Привозили Угощения Привозили Девушек Привозили Чтобы Жениха Достойного Сыскать Юношей Привозили Чтобы Найти Невесту Хорошо Однако Было На этих Праздниках Шаманы Камлали Призывая Удачу Лечили Недуги Много Жертв Богам Приносилось Очень Боги Были Сыты Шибко Хорошо Им Было И Потому Однако Хорошо Помогали Боги Нуртутеги Лихие Каюры Состязались На Праздниках Борцы Лучники Долгие Песни Пелись Старики Рассказывали О подвигах Отцов И дедов Учили Молодых Советы Давали Все Вместе Много И Вкусно Кушали Ой Как Вкусно Однако Кушали Как Много Так Шибко Много Кушали Что Потом Долго Лежали В яранках Потому Что Танцевать Не Могли Потом Танцевали Однако Шибко Хорошо Громко Звучали Бубны Так Громко Они Звучали Что Слышали Их Все Сопки Все Звери И Птицы И Радовались Все Кто Слышал Бубны Потому Что Хорошо Однако Становилось На душе У Каждого Хорошие Однако Праздники У Нуртутегина Нуртутегин Танцевали Нуртутегин Танцевали